Сейчас будет выступать наша выпускница, она же артистка МОЗ-концерта Елена Ткачёва. Ну что, жаланные вы мои, сказочка-то, чей давно не слушали. Всё торопимся, всё бежим куда-то, а вот успокойтесь, посидите тихонько, да послушайте-ка старую сказочку, сказка про кота. Был кот, обыкновенный кот, ну такой весь серый, с усами, а звали этого кота не как-нибудь, звали его Евстафей. И повадился этот Евстафей в амбар, что неподалёку мышей ловить. Мышам это отчиненно не понравилось, и решили они жить в норах, и на глаза этому Евстафию не показываться. Отчиненно это ему тоже, ой, не понравилось. Стал он думать, как бы их перехитрить. Думал, 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 думал и придумал. Вывалился он в дёхте, пришёл в амбар, лёг посередине и ляжет. Выглянули мыши из норок, видят. О, это что ж такое, лежит Евстафей. Эй, Евстафей, ты чё лежишь? Спрашивают. А он себе лежит. Ты чё лежишь, Евстафей? А он себе лежит. Осмелели мыши, подошли к нему поближе. Ты чё лежишь, Евстафей? В монахе я теперь записался, говорит. Видите, чёрный. С коронного теперь уже больше всё. Не ем. Обрадовались мыши, взялись за лапки, Начали вокруг него хороводы водить. А самая маленькая, самая такая пухленькая, Самая шустренькая мышка Серафинка так и норовит. Всё поближе, Евстафей, в нос проскочить. Лежал, лежал Евстафей, глядел, глядел. Да как? Цап! Самую маленькую, самую пухленькую, Самую шустренькую мышку Серафинку. Держит он её в лапах и по всему, видно, есть собирается. Не ешь меня, говорит Серафимка, я же скоронная. Кому скоронно, а мне вкусно, Сказал Евстафей и съел. Самую маленькую, самую пухленькую, Самую шустренькую мышку Серафимку. Вот и я говорю, Бабоньки, Не верьте вы всякому. Ведь бывает так, Что хошек рашенный, Из коронного-то ну не ест, А всё одно. Кот! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ